Карта Мираж, выбор команды Авангар. И, как мы знаем, Авангар на Мираже вообще-то должны уметь играть, и... Но они флипов обыграли. Во-во, вот я о том и говорю. Тех самых флипов, которые на краковском мейджоре показывали идеальную инициацию на Аплент. То есть лучшего я вообще не видел просто в своей жизни. Этот раунд с Молотовыми мне будет мечтаться и снится еще очень долго. Авангар бегут пока что на Б, ослепляют своих оппонентов. Кризен снимает Кишандра уже, за Форестом находится Худжи. Худжи отлетает от того же Кризена. Ну, хотя бы Мир убивает Кризена неплохо. Кикерт набивает Мира. Бомба будет ставиться на дефолт на данный момент. Чуперджер остается вдвоем. Ну и очень бодро, скажу тебе, в Варвале с Авангарда примерно так же. Вега Сквадрон именно Кишандр врывался на Team Spirit Academy и сделал такие же фраги. Очень круто отыграли казахи. Прям очень круто. Ты видел Кикерт? Все, даблкил просто. Да, ну, парень играет круто. Круто. Это не то слово. Есть вот, наверное, какое-то другое слово, но мы не можем в эфире это сказать. Обалденно. Ну, это неплохо. Это уже ближе, да. Очешуительно. Ну, тоже. Вот это близко, но давай на этом остановимся. 1-0. Это просто А. Да, да, да. Вот так я бы сказал. Да, да, да. Именно так пока что и получается. Авангар. Дорогие друзья, пока что берут пистолетный раунд, но Вега Сквадрон еще может побороться. И ему и надо побороться, если честно. Почему бы и нет? Ребята достаточно опытные. На Краковском мейджоре были, между прочим. Казахстанская команда Авангар на Краковском мейджоре не была. Но, как мы видим, еще немножко таких же вещей еще сильнее. И недалеко. Явно недалеко. Ну что ж. Забег, точнее, на шифтах. Подход под аплент. При этом замыкающий бастер также туда же идет. И здесь вопрос к Чопперу как раз и его товарищу Джерру. Чоппер видит одного, но на головах его все-таки снимают. Ну что, Джерр, покажет ли нам фраг, либо просто умрет в хелпе, так и не... Нет, все-таки умирает, да. Я думал, что сейчас какие-то буду возносительные эпитеты к нему, но нет. Получается так, что Мир дает фраг по Крисону и уже 3 в 3. Мир бит и 12 хп, 22 у Кишандра. Команда Авангар имеет полный хп, правда не имеет полный состав по тиммейтам, но все-таки Квикер. Парходит дальше, находит хуже. Тут же еще кеша есть на коннекторе. Ну и игрок под номером 5, Этамир, со своей SSG 08, будет просто на сети, видимо, сэвить свою винтовочку. Но и при этом мы видим, что все-таки 2-0. Ждает нас никакой интриги. Пока что Vegas Squadron не вносит в этом раунде, но дальше, дальше ожидает их, вероятнее всего, раунд с девайсами. Это будет, правда, третий. Сейчас же посмотрим, как Мир, возможно, даст еще пару голов. Там какие-то, опять же, интриги, расследования. И Vegas Squadron берет экономический раунд, мы все ликуем, хлопаем в ладоши и потом просыпаемся. 0-2. Мир теряет 4 хп, попадая в край второго радиуса взрыва бомбы. Если бы был недостаточно аккуратен, мог бы умереть, кстати, да, что важно понимать. Но не умер. Кикерт 6-0 играет пока что. Чистые 6 фрагов, никаких разменов по Кикерту, ничего вообще. На нем какой-то щит, видимо, висит особенный. Третий раунд. Вероятная победа команда Авангар, просто потому что против пистолетов голых юспов они будут бороться. Да, у Мира есть скаутка, но тут еще вопрос, да, найдет ли кого-нибудь Мир или нет. Джер хочет сработать на ранних таймингах. Чуть ли Бастера не застреливают ребята. Все из команды Vegas Squadron, потому что там массировано на окне постояли. Но дело в том, что из-за этого б-плэнт открыт, и сейчас будут довскрывать Авангар и этот самый б-плэнт. Уже погибает Чоппер, уже погибает Кишандер. В троим ребята из Vegas Squadron отъезжает также еще и Джер. Тут находят еще и Худжи, и последний мир остается с ССГ 08. Но все-таки сзади был Джейм, который и нашел пятого игрока команды Vegas Squadron 3-0 без особых проблем. У нас пока что казахи справляются с своими оппонентами. Нас спрашивали по пику, что по картам Мираж за командой Авангар. Трейн брали себе Vegas Squadron, где обыграли Team Spirit Academy. И Инферно будет Десайдером, если будет счет 1-1. Но пока что мы с тобой смотрели 2-0, да и в принципе на этом все. Не было у нас с тобой еще 1-1. Да, пока не было. Хотя, вспоминая вчерашний день, ой, там тяжело. Могло бы быть. Ой, как могло бы быть. Да, Джон-то там писал, что со слезами и потом, но все-таки победили мы 2-0. Мол, все такое, будем дальше продолжать работать. И, кстати, по поводу фейксизишек он сказал, случайно написано было. Это не специально было сделано. Ой, да врет, конечно. Там сказал просто у Ангела денег не было и случайно написали. Димасик и Джейми остаются вдвоем. Худжи Мир, естественно, тоже вдвоем. Клач, ситуация 2-2 на самом деле. Но здесь все не так просто, потому что Vegas Squadron реально могут забрать этот раунд. И очень-очень много шансов теперь забрать этот раунд, потому что 100 хиповый Худжи, 97 хиповый Мир против Димасика, у которого 12. И тут, ну, либо чудо поможет, либо опять работа на удержание, но его все равно должны выбивать, потому что позиция должна быть известная. Димасик здесь же. Димасик находит Худжи. Тут полетел у нас Хаешка, могла бы быть еще и в лицо. Но нет, Димасик пока что молитет за смоками. Тут же плент и времени не хватает. Димасик начинает нервничать против Мир, 97 хп. Нет, Дефьюз Китов у Мира, господи боже мой. Он вытаскивает этот раунд. Димасик еще может выбить девайс, нет, все-таки уходит, но нет. По-моему, он даже сам не уйдет. Он не уйдет во второй, да, во второй радиус бомб он попадает. Сейчас я попробую нарисовать. Так, на вскидку, дорогие друзья, сейчас один момент. Где-то первый, ну, очень криво, да? А второй как-то вот так, наверное, будет. Должен быть ровный круг, но вы понимаете, что я, к сожалению, не художник. Наверное, даже чуть-чуть подальше. Вот где-то вот так вот он будет в итоге. Странная ситуация, потому что реально должны были вытаскивать. Вот правда, абсолютно точно. Проверить, опять же, подбалконом, проверить ниндзю. И вот я сказал даже, да, что позиция должна быть известная, но почему-то нет. Да, то есть так получилось, что не думали про балкон. Про подбалкон, точнее, подбалконе. И как-то вот, и Димасик еще хорошо сыграл, потом смог его этот спас около ниндзи, который меж кубами и ниндзи, опять же, ну, здорово, здорово. Димасика не отпускает, погибает он, не сразу зачекал, где находится оппонент. То есть, в принципе, уже второй минус залетает по Кризину, 3 в 5, авангары рискуют, честно говоря. И что стоит отметить, что казахи очень быстро врываются на пленты, то есть они не халдят, они не пытаются кого-то вычислить, они просто заходят и начинают творить чудо. Но пока что что-то не случилось, они потеряли двоих, а яшка влетает по Джера, минус 40 почти, уже снимают Джеру, ну, и он стоит под коврами и чекает по 250-м возможность прохода. Казахов на Б-плэн, то пока что те не торопятся особо, там у нас, кстати, есть интересный товарищ Бустер, который на коннекторе хотел бы отстрелить оппонента, но мир пока что не приступен. Но с шартов врывается мир и начинаются разменчики. Квикерт находит Чоппера 2 в 4, но есть два девайса в команде Вегас-Квадрон, также есть арморы, есть также еще и дифьюз-киты. Джейра здесь должен был забирать оппонента, но ошибся, поэтому это сохраняет жизнь Джейми. А это на самом деле, ну, вообще-то проблема, потому что, с учетом того, что кикерт живой, они еще могут растащить это дело. Я понимаю, что это очень сложно 2 в 4, но... Нет, кикерт все-таки не прощать, все, у Джейми уже нету никакого варианта. Джейм отходит назад, должен спасать свое ЛВП, но на перерез идет мир, и сзади замыкать в клеще будет Джер, и тут вообще-то большие проблемы. Но все-таки не смог, да, не смог сохранить свое ЛВП, ЛВП Джейр берет, в итоге украл. И, кстати, это бустит экономику Вегас-Квадрон, и они еще могут немножко даже вернуться на счет, где-то, наверное, если победят еще дальше, в 3-4 вполне себе, вероятно. Но не стоит загадывать. Ну, вообще-то, денег у них остается, поэтому возможны даже бай в случае поражения, но вот авангары тратят последние свои деньги. И посмотрим, без снайперской винтовки, казахи, есть даже Галил, поэтому видим, что не все-то хорошо, Джер на центре, прокидывается за бокс, там уже погибает бустер. Но сам кеш остается очень битым, худший тут же, на машине, на в-планте, против Квикерта, по качеству смоки, но можно попробовать. Мир находит голову Квикерта, и вот догуляли немножечко не в том направлении казахи, и снова 3-5. Снова ситуация та, которую в прошлом раунде наблюдали, и которая не принесла победы команде Авангард, тем более, что у Вегас-Квадрон даже на тот раунд было все не так хорошо. Получает у нас же флешку Димасик, но вот Чоппер не стал проходить дальше, не стал чекать ямы, Молотов падает, весьма неплохо, и казахи зажаты. Ну, я не знаю, что поможет казахам в этом раунде. У них Калил два Калаша, флешка и Молотов, но с таким сложно заходить на плент, тупо по стрельбе. Да-да-да, здесь чисто на выход, действительно лицо в лицо, и больше ничего сделать не получится. Кризон снимает одного, моментальный размен от команды Вегас-Квадрон, также падает на пленте предпоследний террорист. Последний террорист это как раз-таки Джейми, его замыкает Худжи, и должен его убивать здесь. Худжи не получается сразу убить Джейми, Джейми в итоге отходит назад. Но, в любом случае, все позиции сейчас предположительно, да, будут известны, потому что с окна смотрит в андерпасс. Опять же, здесь вот Чоппер, да, убивает оппонента, да, с выхода с телевизора. То есть тут, к сожалению, как бы он не бегал, я вот попробую показать. Да, как бы он, в принципе, не бегал. Здесь, вот здесь, контир-террорист. Опять же, вот здесь, да, контир-террорист, соответственно. То есть тут, ну, увы, ах, тут, если честно, без вариантов. И здесь, да, опять же, товарищи тоже стояли, которые смотрели вот эти позиции. Поэтому у Джейма, в общем и целом, не то, что не было шансов, просто надо было постоянно бороться, да, при отбеге. 2-4, возможно, как раз 3-4. Да, вполне вероятно, авангард так бодро начинали, забегали на пленты, все хедшоты там раздавали всем по фрагу. Здравствуйте, ребята, но сейчас не получается, потому что Вегас Квадрон начинает сами агрессировать время от времени. И получается так, что вот агрессия на агрессию пока что в пользу команды Вегас Квадрон. Это интересно наблюдать. Я думаю, что авангары сейчас чуть-чуть подпустят вот этот свой пыл. И будут действовать уже не сгоряча, а где-то вот уже с одной стороны. Бустер находит голову Кишандра. Тут же Кризен. Минус по Джеро, правда, отвечает Мир, но все равно это уже два минуса. И можно подобрать сайперскую винтовку, хотя нет, Джейм, ланец для всегда платит по долгам, но нет, не получается. Чоппер, минус, хуже, минус. И последний, Димасик остается в живых. У него есть ПТ-50, но слишком малый ХП, бомба лежит в коннекторе, поэтому раунд, очевидно, уходит команде авангард. Раунд-то уходит, да, но Димасик вообще может еще поагрессировать, если честно. И это П-250, то есть тут можно еще немножко поработать. Вот как раз он пытается, но упускает возможность, если честно. И вопрос, дадут ли ему еще одну, потому что вообще-то не должны, теоретически. И вот Димасик пытается посмотреть, и Мир еще промахивается. Ну, слушай, ну почти. То есть вот второй шанс сама команда Вега-Сквадрон дала Димасику, у Димасика не получилось. Вообще-то довольно неплохой экономический урон по Веге-Сквадрону, потому что дабл-килл, там минус два, да, получается. И еще один девайсный раунд для команды авангард, но все равно они будут бороться против девайсов. И опять же стоит напомнить, что Джейр крал АВП, до сего момента забирал, да. Соответственно, у него сейчас 7000, а должно было бы быть меньше. И в итоге получается, что авангард будет бороться против двух девайсных сразу. Ну, тут да. Поглядим. Авангард, опять же, не имеет снаряженности винтовки. Димасик отъезжает, Джейр минус, отлично. Агрессия на яме не сработала для команды авангард. А вот то, что вышел Джейр, это уже очень хорошо. Опять же, агрессия на агрессию, Вега-Сквадрон эту агрессию выигрывает. До этого они халдели просто в позициях. И, честно говоря, мы видели, что было 4-0. Кризон, правда, в огне замечает Кишанра, забирает его. 4-4, Кризон идет дальше. И тут уже, правда, авангары не спешат особо на помощь своим тиммейтам. Джейм находится глубоко в центре. И тут же надо бы проходить коннектор, потому что твои тиммейты уже ковры плюс яма. Но вот пропустит ли сейчас Чоппер оппонента? Чоппер против Квикера и... Ой, Кикерт, кстати, был не в очень хорошей позиции по стрельбе, но все равно перестреливает Чоппера. Это я бы даже сказал, наверное, по стрельбе, ну, может быть, полуошибка Чоппера, честно скажу. Потому что должен был сейчас Кикерта забирать, потому что Кикерт вообще в другую сторону смотрел. Но Кикерт в итоге перестрелял. Ну, такое бывает. Но серьезно, так получается иногда. В итоге, из-за того, что так получается иногда, команда авангара ставит бомбу. И сейчас может занять опорные позиции на Апланте. Соответственно. И, на самом деле, попробовать расклачировать здесь 2 на 2. Хотя сложно, да? Биты, оба биты. Ой, Кикерт все-таки наваливается на мира. Но я думаю, что Вегас Патрон уже должна, да, спасать вот за какие-то маленькие ошибки. Должна спасать этот раунд. И она его спасает 4-4. А там еще и АВП находят, и Дефьюз есть, и 4-4. Да, авангары. Что у вас есть по деньгам? У вас есть на бай, но нет на полноценную раскидку. И ребята все-таки берут этот самый бай. Четыре калаша. Возможно, Джейм купит себе не калашников, а какую-нибудь Галил плюс раскидочку. Потому что три смока и одна флешка, это несерьезно, друзья. Но все-таки так и происходит. С минимальным раскидом авангары будут пытаться тащить раунд под номером 9. Остается 7 раундов до окончания первой половины. Ну и, в принципе, Вегас Патрон уже, видимо, чувствует оппонентов и делает все как нужно. Если касаться того, как верят в Вегас Патрон и авангар, например, люди, либо же букмекеры, то вера в Вегас Патрон посильнее. Там примерно 1,4 против 2,4. Если касаться, то очень так. Джейм жёсткие фликшоты. Получает, правда, по ХП, но здорово. Кризен замыкает Кишандр на меду. И вопрос к Чопперу, потому что здесь как бы дуэль и не дуэль. И вот пытаются вместе с Бастером, прошу прощения, встретиться. Но не получается. Но надо пытаться. Один в один уже есть разменщики. Кризен, 28 ХП, хотят пробраться авангаром в окно. Но казахи хитрые, ребята. Там что-то сейчас может быть. А вот, может быть, сейчас выйдет хуже. Вместе с тиммейтом. Там есть буст. И на шарте. Мир. Минус по Джейме. Кризен по-прежнему находится в центре. И 3 в 4. Кризен может не дать... Кризен... А нет, всё-таки ушли ребята. Поэтому я думал, что Кризен сейчас просто возьмёт. Да и не уйдёт. Потому что могут... Вега-Сквадрон оставить свой буст. Ну нет, всё-таки оказалось, что ушли они. Подальше, поглубь в плент Б. И Кризен проходит дальше. Довольно опасно. Опасно идёт Кризен. Ты чувствуешь повторение дуэли? Кикер-чоппер. Прямо на том же месте. Абсолютно та же дуэль. Да, в тот же час, в тот же день, в тот же полдень. Это Бомбкерри опять же. Нет. Это Кикерт. Это опять Кикерт. Ещё один раз, дорогие друзья. В совершенно практически идентичной ситуации. Как будто полное повторение. Опять 2 на 2. Мир битый. Худжи нет. И Мирс Дельпан в итоге Худжи... Ой-ой-ой. Хорошо закрыл с джангла своего оппонента. Бастер остаётся последний. Ну и здесь либо Гостбастер, либо не особо Гостбастер. На самом деле ему очень тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте сквозь своего, да, сделаем шашлык, но убьём оппонента. На войне все средства хороши. Даже трофейное самопожертвование, как говорится. 4. Прошу прощения, даже не 4, 4, а опять 4. Очень много денег у Джеры здесь. Очень сильно бустится экономика Веги Сквадрон под остаточные раунды. Сейчас я попробую посчитать. Ну не под все, конечно, да, там до 12. 15-го, пожалуй, я так думаю. То есть 10-й, 11-й и 12-й что-то всё-таки ещё даже будет для Веги Сквадрон раунды. И вот Авангар пока не могут зацепиться, потому что 5 подряд от Веги после 4 подряд, опять же, самых первых от команды Авангар. Это знаешь, как в боксе или футболе, когда есть такой, знаешь, агрессивный спортсмен, который вначале начинает махать кулаками, а потом выдыхается и ничего не может показать. Вот Авангар примерно то же самое. Они вначале так бодро врывались, начинали там ставить щелбаны там, всё это, поджопники всякие. Но потом как-то вот Веги Сквадрон собрались и всё. И весь запал команды Авангар просто пропал. Они уже 5 раундов подряд ничего не могут сделать. Да, где-то очень близко, но всё равно Веги Сквадрон это всё читает и... Ну, я не знаю, что Авангарам, возможно, стоит опять же попробовать сыграть агрессивно, потому что они уже на протяжении многих раундов играют медленно, то есть пытаются играть на вычисления. Где-то там, ой, как там всё залетело, как хороший смок, мол, там всё тушится, и Авангары просто берут и сами дарят интересные позиции команде Веги Сквадрон. Отлично, ребята. Да, да, здесь в итоге 4 в 5 для них, и Мир сейчас с Бастера замкнёт, потому что Бастер не будет на Абдауне ожидать своего оппонента, ещё и смоком закроет господин Мир позицию Зигзага и спокойно отойдёт назад. Вообще, да, то есть ничтоже сумняшися. Ну, что здесь сказать? Ну, Худжи, и вот Худжи, а вот и Димасик, походу Димасик будет проигрывать эту дуэль, ну-ка, и Кикер, и Димасик будут проигрывать эти дуэли. Джейми остаётся последний, но, увы, увы, увы и ах, ах и увы для команды Авангар. 6-4, дорогие друзья, 6-4, 6 раундов подряд от Веги Сквадрон, давайте посмотрим выкладки, 14-3 играет Мир, красавец-мужчина просто, 9-7 Чоппер, 6-5 Худжи, 5-7 Джерки, Шандер 2-8, Кеш пока нет на этой карте, 10-7 Кикерт, то есть его уже очень много раз убили, но пока ещё положительный КД, 8-9 Кризен, Димасик 5-7, 4-7, 2-7 играет Димасик, Джейми, Бастер, Бастера тоже не особо есть на этой карте, и забеги на Б без бомбы, кстати говоря, то есть зондирование оппонента на гранаты как раз, да, то есть немножко поразводим на гранаты, Бастер в итоге получает ВХП, Димасик снимает лицо Джера. И что же, Чоппер, поможет ли своей команде? Да, помогает, также подключается Кешандрис, Хелп, Чоппер, Молтов на коннектор, и команда Авангард, попытки опять же были, но Квикер, дальше минус по Кеша, Мир отвечает по Джейми, 2-3, и Авангар по-прежнему без девайсов, есть бомбы на руках, есть также 2 армора, один даже с каской, и есть Дезерт Иггл, Квикер погибает от Чоппера, и дальше остается по-прежнему Бастер, который с Деглом, он знает, где находится Чоппер, потому что слышал, есть возможность подобрать девайс, и здравствуй, родной, Чоппер может отъехать, но нет, Чоппер сам делает уже 3 булкилл в этом раунде, 7-4, Авангаром нужно собраться, вот честно, они совершают слишком много ошибок, опять же, тот самый Молтов со смоком, нет какой-то коммуникации. Тут даже местами не то, что ошибки Авангар, в плане самих ошибок Авангар, а тут Вегас Квадрон, который начинают, почему начинают, если продолжают, продолжают считать своего оппонента, то есть закрывается Молотовым Миддл, в андерпассе, на который выходят ребята, это вот прям и ровно, тайминг в тайминг буквально, никакого всинка, ничего такого вообще совершенно, опять зондирование почвы на апартаментах Б, опять прострелы, возможно через деревьяху Мир там попробует шить, Здесь как раз, между прочим, смоком закрываются Б-апартаменты, и опять я мысль продолжу, и здесь вот, то есть такой момент, что Вегас Квадрон начинает понимать, как Авангар играет в атаке на Демираж, и для Авангар это плохо, потому что, а смогут ли они сами перестроиться под что-то новое, Джер все-таки умирает, или так и будут как бы на стрельбу играть, стрельба-то у них сильная, никто не спорит. Так, у нас снова там слишком могла быть на яме, но Чоппер вовремя отходит, не погибает здесь, правда там и другой персонаж, но все-таки, там Кишандра сносит двоих, также хуже, наносит урон смертельное по Квикерту, и дальше 2 в 4, снова Авангар в меньшинстве. И, ну вот, минимальная размина получается для Авангар, Демасик уже в сэндвиче, на пленте, получает флешку, выходит, тут же получает мгновенно Ачопера, Джейм, правда, сносит Кишандра, 1 в 3, и Джейм последнюю флешку получает, да какие же тайминги ловят Вегас Квадрон, тут же Джейм подпрыгивает и получает заряд бодрости с самого утра. 8-4, Вегас Квадрон, 8 раундов подряд, Авангаром что же придумать? Побеждают на первой половине, во-первых, да, и денег в Бравоском банке теперь что-то не хватает, я чувствую. Не Джейме, не всем остальным. Жень, может быть, Тимас играет, попробовать на последних таймингах вообще, то есть секунд на 20 уже попробовать. Хороший вариант, если еще... Дефолтная раскидочка на плент. Хороший вариант, да, если еще, опять же, немножко позондировать почву, но не лезть в плане гранат. То есть вот постоять, да, пострелять, и чтобы смоки пораскидывали по тебе, но не лезть, не идти, ничего не делал, вообще не лезть, ничего. И вот Мир в итоге агрессию на меде практически полностью вырубает, и Мир остается все еще в живых, Кикерт его пропускает, и Мир все еще в живых. Это очень плохо для команды Авангар, это так плохо на самом деле для команды Авангар, что даже Кикерт умирает вообще от шока, настолько это плохо. Димасик остается последний, пытается с АВП здесь что-то сделать, в общем и целом может на самом деле решить, но шансов очень мало. Да, вышел еще и в зуме, тут же Худжи, и сзади еще был игрок команды Вега-Сквадрон, девятый раунд подряд для Веги, и Авангары ничего не могут сделать. Да, они вырубают подчас большинства игроков защиты, но все равно это не помогает. Так, контр-стракт не работает, нужно быть всегда впереди, конечно же у них бай практически каждый раунд почти всегда полноценно, учитывая, что они там еще бомбу зачастую ставили. Но вот все-таки, я не знаю, как-то Авангары слишком просто, у них два смока, одна флешка, но вот что они с этим сделают? Ничего. У них всегда попытка выйти на стрельбу, так, ребята, не работает. Ну, точнее... Не, так бывает работает, но, как видим, стрельба у вас не всегда заезжает, вот и все. Ну, даже на самом деле по стрельбе это, пожалуй, хорошо, если честно, но есть один момент, кстати, вот эти вещи могут и даже сработать, хотя если Джер... Джердис с АВП, его могут просто забить ногами. И вот сейчас он увидит одного, бам, и промахивается, и промахивается, и его Кризен забирает. И это неплохо, и можно влетать на Аплент, и прям на всех парах влетают на Аплент, ребята, Джейми 6 хп, нормально жить можно, две почки потерял, ничего страшного, походит на гемодиализ. Димасик, опа, снимает оппонента хорошо, в итоге получается, художе, остается последний. Какой же вымоченный раунд, на самом деле, для команды Авангар, в том плане, что это единственный за очень-очень долгое время, за 9 подряд от команды Вега-Сквадрон, но это была неожиданная тактика, как мы видели, да, через коннектор, целое звено, целое звено, не один человек там замыкает, не два человека, целое звено пошло. И Вега-Сквадрон вот этого не ожидали. Это уже вот своеобразная фишка, которая подарила раунд команде Авангар, но Олег прав. То есть, общие проблемы так и остались. Гранаты, как бы, отсекание позиций, гранаты, отсекание позиций дважды, пожалуйста. Ну вот смотри, если бы не ошибка Джера, если бы он не промахнулся, сделал бы фраг, при том, еще бы ушел обратно ближе к пленту, то, возможно, бы такого раунда для Авангара не было. Но сейчас, последний раунд первой половины, Джейм находит Джера, снайпера на снайпера, дуэль выигрывает игрок команды Авангар, правда, мир отвечает по квикерту, и тут уже 4 в 4, так что можно, опять же, Авангаром призадуматься о том, как себя чувствовать, действовать на этой карте. Все у нас проход Авангаров по центру, Зигзаг уже под контролем команды Авангар практически, нужно пройти только через мук и забрать мира, но дальше на пленте, посмотри, только один лишь чоппер, а вот номер 4, это Кишандр. Сейчас слышит, как перемещается Джейми, здравствуй, родной, привет, бомба! Так, интересно, действительно интересно. Ну что ж, и Кишандр действительно находит бомбу, и Демасик идет в лапы к своему врагу, художе убивает Кризона. Демасик, вот Демасик видит бомбу, здравствуйте. Телевизор я посмотрел, и Кишандр... Кишандр! Как же у него времен развянулся сейчас. Как же... Вот он смотрел, телевизор смотрел, а там реклама между передачами, и он не хочет смотреть рекламу. И бастер убивает мира, в итоге 2 на 2, и чоппер пока что на сэндвиче находится, ему очень тяжело здесь будет работать, но если его недопроверят... Демасик, если недопроверят... Если недопроверят... Недопроверят! Почему? Почему? Худжи остается против Бастера, топила его просто сквозь ящики здесь, и... Худжи забирает Бастера. 10-5. А зачем Бастер пошел вообще стреляться? Ну, поставь ты бомбу, разыграй ее... Этот раунд от бомбы. Ну, зачем было идти? Я не понял сейчас, честно. Решил просто выйти, попробовать убить, но не сработало. Можно было как-то, не знаю, в ближнем бою, там, на шпагах сродиться, но... На шпагах, да. Это, может быть, помогло. Но... Что-то не получилось. Так, позиции, вопрос. Позиции, пожалуйста. Авангар, если хотите побеждать, очень-очень-очень важно, да, то есть позиции, ребята. Проверяйте. Сейчас в защите будут работать, здесь, возможно, будет им немного попроще. А Вегас Квадрон, опять же, да, напомню еще раз, нового тренера Фирса взяли, вот он. Я здесь покажу, вот. Вот этот товарищ, соответственно. И, может быть, опять же, он уже чем-то помог команде Вегас Квадрон, хотя они сами уже довольно опытные. И так получилось, да, что, как Олег и сказал, на самом деле, все позиции закрываются смоками, молотами и так далее. И просто с позиционки Вега выходит на стыльбу. Причем на удобную для себя. Не на удобную для врага, а просто на себя. Кризен убивает одного, Кешандер моментально на размене. Но позиция по андерпассам должна быть известна, и Кеша должны здесь снимать. В итоге Джейми не получается реализовать себя же, кстати говоря. И Кеш, походу, не, все-таки наваливается. Но очень агрессивно наваливался, отлетел. А нечего подгадывать в окошечко. А вот мир удачно подгадил в окошечко Димасик. 18 кп остается у него. 3 в 2. Вегас Квадрон в буквально одном шаге, чтобы выиграть пистолетный раунд и продолжить доминацию на пике оппонента, между прочим. Потому что Детрейн выбрали себе Вегас Квадрон, и там, если ДКБ, то, в принципе, может пострадать. Репутация в ангарах, и они могут не пройти через Венеров как раз-таки дальше. И придется им сражаться еще в Десайдер матче, чего явно в ангар не хотят. Ну, уже 11-5, и тут начинается что-то непонятно. Если Вегас Квадрон продолжит в таком же темпе, то, вероятнее всего, мы увидим Детрейн, где авангарам придется крайне сложно. Так. 11-5, и это, возможно, и 13-5. Получается, что так. Не обязательно, да? Потому что вот с этими деглами авангар 3 дегла по 250-й сизишка есть у Бастера. Может быть, они что-то придумают. Но если эту карту не отыграет команда авангар, то на Детрейне казахам просто кумыса за край нальют в бега. Вот так вот. Что просто все захлебнутся серьезно. Непростой сейчас раунд для авангаров. Джеймин закупается армором. Есть у меня только по 250-й. Три дегла для казахов. Видели, как мы... Как мы... Мы видели, как они стреляют с деглов весьма неплохо. Так что сейчас может получиться. Там Квикерта запирает Молотовым. Неплохо выгоняет его с позиции. Очень битый. Выгуливают его дальше на флэн. 14 хп. Остается. Мир добивает Квикерта. А дальше здесь же находится у нас... Ой-ой-ой. Как казахи-то начинают разваливать. Это уже минус 3 в их исполнении. 2 в 3 остаются у нас вегать с контролем. Можно подобрать девайсу. Мир. Минус по Кризену. Поднимающая информация есть. Надо бы забрать бомбу и идти дальше. Но Кишанер уже в кухне в спине. Этот раунд для Вега-Сквадрону как же было опасно. Как же было опасно. Ну вот это казахские пистолеты. То есть это же чистая стильба. И так получается, что им в итоге ничего не мешает. То есть гранат нет. Вообще ничего нет. Вы просто стреляете. И полная концентрация конкретно на механическое исполнение. И это трипл килл на команду. В смысле за команду. То есть это минус 3 у Вега-Сквадрон. Это довольно приятно. Но так получилось, что вот не получилось. Я еще хотел заметить, что местами неопорные позиции на Б-планте были. Но они как раз с этих неопорных позиций начали разваливать лица. Я уже подумал, что справится. Но нет. И вот теперь я тогда могу сказать, что какие-то не очень опорные позиции местами были в Авангар на Б-планте. Демасика остается последней. Кстати, не первый раз последний. Позиции известные. Будут замыкать. Один килл удается делать команде Авангар. Дабл-килл-худжи, дабл-килл-чоппер. Смотрим выколотки. 23-5. Карл, Олег, кто есть-то? Спасибо. 23-5. 5 MVP на этой карте. Зашкирятник просто команду Вега-Сквадрон. Го, я создал Д-трейн. Давайте туда идем уже. Говорит Мир. 17-11, 15-8, 10, 14, 7, 14. Чоппер-худжи, Кишанда-Джер. У Джера не получается, но команда Джера прикывает. У Бастера 6-14, у Бастера не получается, но у команды не получается прикрывать Бастера. Кризан. Ой, там как началось-то все. Вега-Сквадрон в стиле самих же Авангаров пытается ворваться на плен, у них это не получается. И только с одним минусом тут же и через Моку еще Кешу находит. Последний остается Джер. У Джера сегодня тоже игра особо не идет. У него только 7 багов сейчас имеется. Но и дальше... Ой, получает еще и в голову, но все-таки находит Куикерта. Это 13-6. В пользу команды Вега-Сквадрону Авангары смогли расщепить Вегу на прошлом раунде. Есть, правда, деньги у Вега-Сквадрон, но можно пытаться еще. Да, действительно. 10-11, 12-13. Два раунда за 13. 2 на 13, дорогие друзья, команда Авангар берет. Вега-Сквадрон берет 13, Авангар берет 2 за это время. Ну, я не буду предполагать, но какой же... Как же хорошо, да, вот сейчас получилось. Вот все-таки на четвертом раунде получилось во второй половине Авангар. Вопрос. Это четвертый раунд вот тот самый, как мы с Олегом любим говорить, да? Тот самое начало... То самое начало камбэка девайсного. Или это просто совпадение? Ну, я думаю, что здесь все-таки Вега должны. Если они так бодро в защите, здесь отрабанили, сами еще проявляя агрессию, то, вероятнее всего, ну, в атаке остается им просто дожать. Оппонентов сейчас, но посмотрим, как это будет на самом деле. Там сами Авангары, кстати говоря, не сидят на месте, начинают тоже занимать более ближние позиции, потому что центр там на шарте у нас находится игрок Диффенса. Тут же на вэп-ленте сразу трое почти уже организовали себе позиции Кризен в Хелпе. Чекает возможность прохода в окно команды Вега-Сквадрон на 4 в 5, напомню, еще на меньшинство для Веги в этом раунде уже, но, опять же, Джер, у него не получается. Он, когда мы смотрели с Женей матчи прошлые, где были спирит-академия, ну, как-то вот было поэффективнее, да, там были оппоненты послабее. Не так сильно выглядели не сами Вега-Сквадрон по сравнению с ними, потому что было слишком легко, там команда только-только начинала пытаться, то здесь оппонент уже посерьезнее. Бустр, Квикерт разваливает, Бустр, еще один минус и не дает мне закончить мысль. Спасибо, казахи. Худжи вышел, раздал, минус 2, Худжи, бомбу ставит. Худжи, не, 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 фейк, потому что нет позиции неизвестной, но в итоге получает от Джейми плюху. Это уже второй подряд от Авангар на девайсной защите. На защите с девайсами, еще по-другому можно сказать. Ну, как говорится, бывает два совпадения подряд. Бывает. Редко, но бывает. Посмотрим на 21 раунд второй половины и вот после этого раунда я уже смог бы сказать, бывает или уже не бывает. Против пистолетов, естественно, будут работать. Опять же, надо следующего девайсного тогда дождаться, действительно. И вероятный восьмой для команды Авангард. Ну, для камбэка, вернее, в камбэк я поверю, когда казахи возьмут 11 раундов в защите, при том, что подряд эти раунды будут, то есть читы им придется взять, это экономический сейчас, потом еще девайсный, потом экономический, потом девайсный, потом уже, возможно, да, Авангард светит что-то вроде камбэка. Но если же нет, 14-15 летает в веке, то в камбэк, ну, слабо верится, там какой-то рандомный раунд для веки, где они такие, эй, парни, давайте залетим на Б, и пошли просто с чем-то под флешки залетели, убили всех, и вот тебе раунд. Ну, смотри, смотри, вот Кикерт сидит около Фореста здесь, и сейчас, наверное, будет, эй, парни, давайте залетим на Б, и Джейр умирает уже от Димасика, и тут, вот-вот-вот, момент, эй, парни, давайте залетим на Б, Кикерт раз, Кикерт два, Скикерт три, Скикерт че, не А, не А, не А, не Четыре, Но, но все-таки минус пять сделали, ребята, потеряв только двоих, справились, справились, но были там, если там были девайсы, вот тогда бы уже было, наверное, пострашнее, но все-таки минус два оформили, если бы ДК бы, как говорится, но могли бы хотя бы бомбу оставить успеть, но не получилось. Да во рту растут грибы, 25 на 8 пока что у мира, то есть его начинает уже больше убивать, команда Авангар начинает играть, кстати, стоит заметить, да, что ребята приближаются по фрагстату друг к другу, в общем и целом, и смотрится теперь уже более гармонично, чем смотрелись до сего момента. Тот самый третий девайсный раунд, после которого я могу сказать совпадение, это Алинет, и все-таки Авангард в таком случае на защите, на Де Мираже, могут победить Вегу Складрон. Давайте посмотрим. Ну пока наблюдаем, сами Вега в бой не рвутся, просто раскидывают, фейк уходит обратно на Тиспаун, и дальше перемещаются все ближе и ближе к центру, вот уже на телевизоре находится Кишандр, правда раскидку Вега Складрон осталось немного, но для того, чтобы зайти на один из плентов, вполне хватает, три флешки, три смака, один молотов и одна хаешечка, имеется у Худжи. Ну вот, кстати, Вега Смотри, они задныкались и чекывают, нет, они просто опять же готовят раскидку. Это будет фейк, это будет фейк раскидка на А и заход на Б-плэнд, потому что бомбкерри у нас где? Да. Правильно, бомба под Б. Бомбкерри действительно где-то под Б находится, а там лишь один кикерт, который пока что играет от двух позиций, две позиции, это сейчас я стыляю и резко топлю в китчен, если мне позволит это сделать. И вот она раскидка, и вот пошумели немножко на А, и продолжает шуметь, и Джейр уже отъезжает, и все еще ждут ребята из команды Вега Сквадрон, и должен еще худже пошуметь, и Чоппер в итоге там снимает оппонента на миду, и именно сейчас, и кикерт начинает топить, и вот он уходит немножко дальше, и его все-таки снимает, но довольно много урона он наносит, здесь сразу моментально врывается Кризен, Кризен пытается топилити устраивать, а устраивает одному топилити, устраивает второму топилити, и сейчас я чувствую, будет не топилити, а фаталити от Кризена. Как же больно было Вега Сквадрон, я даже ощутил всю эту боль на себе, не дали поставить бомбу, как минимум убил там Кризен, влетевший просто с криками «КИЯ!» с ноги внес по-троим, и в принципе получилось очень даже неплохо, потому что в ангаре и не повелись, во-первых, на все это дело не как стояли там себе на планетах, так и стояли. Да, они убили кого-то, в том числе, Куикерт стоял на планете Б в одного, но дальше как-то вот эта раскидочка не повлияла ни на Куикерта, ни на других ребят, наоборот, как только пошла раскидка, вышел только один игрок команды Вега Сквадрон, остальные два не вышли, то есть если бы они вышли втроем, тогда бы возможно фейк бы удался, но получилось так, что один вышел погиб, дальше без разменов, летает у нас команда Вега Сквадрон по коврам Б плента, убивает одного, но дальше уже информация пошла, что это был фейк, ребята из вангард тоже не глупые, поэтому они быстренько-быстренько отправили как раз таки Кризена помогать на веб-плент, и в принципе дальше все получилось. Дам Кикерт очень хорошо сработал, по опять же позиции выхода с апартаментов, все-таки он нанес очень много урона, это позволило Кризену на самом деле добить оппонентов, вот в чем вся соль, то есть Кризен мог бы и так, вероятно, добить оппонентов, но непонятно, но неизвестно, это неизвестная переменная, а здесь так вышло, что еще и Кикерт сделал очень хорошую работу, надо похвалить вот это звено из команды Авангард, они большие молодцы, из-за них как раз в итоге раунды был выигран, Димасик убивает Мира, Бастер расправляется с Худжи, Димасик видит еще одного, оппонента как-то немножко Вега вот на этом раунде подзаснули. Да, вот что-то вот прошляпили себе момент, и вроде бы выходящий имел не такие хорошие шансы, но все-таки, ладно, Вегас Кладрон, еще один девайс на раунд, у Джера по-прежнему только 8 врагов, спустя уже, наверное, даже чтобы не собрать, 4 раунда так точно, Джер не убивает, дали ему снайперскую винтовку, доверили данный девайс, что он с него покажет, пока непонятно, многие дуэли он уже проигрывал как раз-таки Джейму, и сейчас бы надо ему реально подсобраться, потому что снайпер на карте Мираж, это, ну, не ключевой персонаж, но все-таки очень влиятельный, то есть, дядька очень серьезно должен быть, Джер в окне замечает оппонента, промахивается, Джер, да что ж такое-то, не везет сейчас украинскому игроку, но все-таки нужно пробовать еще, нужно попробовать забрать шарты, может быть, найти там Бастера, но Бастер пока сам не идет, и понимает, что там, возможно, уже находится Джер. Так, и здесь вопросы, да, потому что бомба скинута, пока что очень-очень далеко, и вот кикерт начинает свою работу около Б, Димасик убивает Чопера, уже в меньшинстве, ребята из команды Гейс Квадрон, пока что на миду находится, и Худжи в стадии Люрка, под Б, найдет ли кикерт смелость пропрыгать, проверить, мир убивает Бастера, и кикерт видит голову, дождался, просто дождался оппонент, как настоящий охотник, в итоге, Кризен отходит назад, но при этом поджим от Кишандра, между прочим, под это самое Б, с другой стороны, возможно, или опять же поджим на Дельпан, на А, и вот эта позиция Кишандра может выиграть раунд Веги Сквадрон, вот только она, потому что все остальное вообще-то читается, и за Кешей очень надо сейчас очень плотно следить, вот смотрите, забег на А в итоге возможный, опять же, здесь Димасик в ниндже, и Джейми закрывает позицию коннектора, вот он, Джейми разворачивается, получает в лицо, Димасик остается на ниндзе, Джер пока что не зачекал, это все дело, Димасик палится, Димасик не убивает своего оппонента, но дело в том, что, если честно, тут Кеша, вот Кеша, вот один, ничего не получается, мир 4 хп остается, всего лишь у него, полетели флешки Молотова, и сейчас мир может просто отъехать, у него есть снайперская винтовка, но нет возможности пройти куда-либо, но этого не знают, у нас и в ангаре, поэтому нужно бы сейчас как-то очень, а вот трехочковая, вот трехочковая залетает, на яму, это раунд для авангаров, но как же был близок у нас там, кто у нас там, подожди был, да, позиция такая у него была под окном хорошая, Кеша, 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 да, но Кеша нельзя, он мог убить двоих, просто дать два вантапа, но он решил зажать, да, тут не то, что два вантапа, на вскидку, на мой личный взгляд, слишком рано, чуть-чуть рано, то есть они выходили, но боятся, что прощекают, наверное, да, они выходили, но тоже, да, вот твой вариант хорош, в том плане, что действительно там вот устроил топилити, да, а что-то не за топилити в итоге получилось, и, ну, обсуждаемый вариант, но вот как-то, вот как-то так, и вот эта позиция, которая, она настолько вкусная была, просто, физически, как вишенка просто, на торте, но, ну, вот нет, бывают такие ситуации, когда просто вот нет. Да, два раунда всего лишь, бразница у нас между Авангаром и Вега Сквадрон, теперь уже Авангары не пропускают Вегу к победе на пекарте, в атаке, как мы видим, плохо и у одной, и у второй команды, потому что на первой половине было пять раундов, и там только два девайсных получилось взять, у Авангаров, сейчас же у Веги только три раунда, при том, что это включается и быстрее, средний, и два против Эка и против Форса. Соответственно, сейчас, ну, вот, как-то вот вопрос теперь уже к Веге, у нас сейчас написали, что Вега полный бублик в атаке, но сейчас мы видим, что это не просто слова, а реально подкреплено делом к Джейми, также находятся и Хаджи, тут же минус от Джейми, Кеша проходит дальше, видит еще оппонента, промахивается от Джейми, два в три, битый Бастер, но нет, Бастер в свой фраге еще находится, Джерр ставит бомбы, хотя бы деньги на полный бай, Джерр топит, Джерр не получается, у него, да что ж, такое, это Джерр, не-не-не, это Кикерр, я понимаю, что Джерр, я понимаю, что восемь фрагов, но это Кикерр, Олег, сорян, это Кикерр, сорян, как бы сорян, 18-18 Кикерр идет, вроде как и немного кажется, но качество стрельбы от человека, зашкаливающее конкретно в этом матчапе, серьезно, просто какой-то зашкаливающий, я не знаю, это ужас, то есть вроде по фрагу можно сказать, что там 18, да, у мира 29, но, ребят, это очень интересный товарищ, обратите на него внимание, как на персонале в контр-страйке, опять же, да, команды Авангард, достоин, человек реально достоин, 13-12, и Авангард показывает, что это не совпадение, это не случайность, это наша защита на Де Мираже. Да, защита обеих команд хорошая, мир вместе с тиммейтем проходит дальше, Бастер, минус по кеша, разменчик, Димасик, не справляется с Джерем, и возможно равные команды, Вега, Сквадрон, нет, Кикерр, ты Джейми, да, 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 что ж такое-то, все слова закончились, кикерр, о, Джейми, в итоге снимает оппонента, и остается один лишь Чоппер, эх, человеком. Как такое Вега проигрывают, я не могу понять, 4 в 2, просто моментальные фраги от Авангаров, ребята из Веги не чекают ничего, абсолютно вылетают, ребята, не знаю, на перерезы просто дают по фрагу, да что ж такое-то, и тут еще и подставляется, и Кикерр, Вега, Сквадрон, Чоппер, пострадали, Чоппер может, Чоппер может, не, не, не может, подожди, 5 хп, а уйдет ли? А Бомба лежит под контролем Джейми. да, да, но, брали все, даже комментаторы, давайте, ребята. Давай, Чоппер, 5 хп, хотя Браунд, девайс на один, сейчас переиграет, смотри, смотри, а Джейми отходит назад, он думает, что это какой-то поджим сзади, а Чоппер, на лестницу, на головы, и Дельпан зачекает, и сейчас Ниндзя, и ковры, и вот это, и все подряд, и на измене человек, 5 хп, один привок, и все, и просто отлетел, и вот она бомба, сладкая, такая сладкая, такая сладкая бомба, она моя, моя прелесть, он ее берет, и отходит назад, и как раз, и уже Джейми где-то здесь, и с ножом на Б, на Б, на Б, на Б, и он успеет, он успеет, красиво, высший пробы значок, защитник 2, защитники, смотрите в кинотеатрах России, просто, плохой фильм, великолепно, великолепно, Чоппер на Форесте, может разыграть, клатч, Чоппер, А, Чоппер, Ниндзя, просто, все-таки Джейми его находит, какой, какой, господи, раунд, великолепнейший, я не знаю, лучший раунд, вообще на всем, на всех квалах Эпицентра, без вариантов, это просто великолепно, это, такие игры разума, это просто такая вот, интеллектуальная игра сейчас была, что от одних, что от вторых, ну, я не знаю, что, это надо по кружке чая каждому поставить серьезно. Ну, это прям, да, простого должна быть, Вега-Сквадрон наберет паузу, потому что, надо подумать, уже сколько, 9, 8, 8 раундов подряд для авангаров, примерно то же самое показывали у нас и Вега-Сквадрон в защите, только там было 9 раундов подряд, но нужно подумать, что же идет не так, почему авангар настолько жестокий, компонентам, опять же, да, не хватает, мы местами Джера, снайпер на Мираже, еще раз напомню, очень ключевая фигура, а здесь же у Джера не получается, ему даже не пытаются давать эту снайперскую винтовку, бывают такие дни, что вот просто, ну, не летит, с АВП нужно просто идти, вот, отыгрывать от команды, где-то пытаться давать дефолтные фраги, но 9 у Джера, 13 у Кишандра, Кеша мог бы быть и лучше, потому что мы помним, как они играли против Спирт Академии, как там Кеша просто влетал и с криками уря вскрывал любой из плунтов, ну, типа, где, камон, ну, может не в форме, может переживает сегодня, вопрос к Чопперу здесь, потому что на тайминге гранаты не понимает ли его, Криза, нет, от мира Кризон отлетает, в итоге 13-13, Джейми снимает Кишандра, 4 на 4, опять же, у нас здесь ситуация, конкретно в данном раунде, человек с бомбой, это худже, топит просто от Б-планта куда подальше желательно, потому что просто страшно там отлетать и бомбу терять, мир попытается его прикрыть максимально, но здесь уже начинает бастер выдвигаться, видит мира, снимает его в голову, пых, все, до свидания сразу, и Чоппер должен замкнуть этот Дельпан, и там находится Димасик, не в очень читаемой позиции, кстати, это не позиция на сейв, это Димасик, который может поймать своего оппонента, и Димасик, вопросы, все к Димасику вопросы, нет, вот без гранат, у меня все-таки под флэхом, но тоже неплохо, Чоппер понимает, где находится оппонент, уже видит Димасика, Чоппер пытается атаки назад, но в кроссфере его моментально снимают, отличная работа от команды Вангар, если честно. Ну, ребята просто молодцы, тут без претензий, беспрекословно, они лучше смотрятся, чем Вега Сквадрон, уже беря 9 раундов, и... Ну, как тебе сказать насчет лучше, посмотри на выкладку, да, я бы сказал, что на Домираже у всех одинаковые проблемы, и одинаковые плюсы, кстати, и одинаковое отсутствие проблем в таком случае. Ну, тут смотри, только один раунд был, один в один оставались в игроке, а так было 2-3 минимум, только один раунд, где оставались у нас один в один, как раз таки вот там Кеша, когда пытался клачь разыграть, убежал на Б-плант, остальные, ну, в ангаре как-то справлялись. Хорошо, хорошо, давай, я смотрю, подожди, вот от раунда Вега Сквадрон 4-4-3-2-1, там 4-4-3-2, а здесь 3-3-3-3-3-5-2-3-1-3. Вот если кто математик в чате, может немножко пересчитать, у кого все-таки больше в живых осталось, и мы поймем, кто в защите играет лучше, хотя бы по фрагам, потому что команда реально дышит друг другу в затыл. Кризен! Как топит Кризен! Минус 2, и там оставался 19-ти типовый Кризен, но Джер не смог даже ни одного патрона выпустить. Смотри, бух! Да святос. Ладно, зачет, ставим пока зачет Чекеру, как летает хорошая хаёшка, там еще и Джейми отваливается, Димасик на шортах вместе с тиммейтом пытаются затопить, правда пока непонятно куда, на Чоппер. Опять же, позиция очень интересная, он слышит, как перемещается оппонент, привет, Куикер, и можно бежать на Б-план, тем более, что бомбы нет на руках у команды Вега Сквадру, нужно вернуться на телевизор и снова пытаться этот раунд разыгрывать, но да, Чоппер находится на точке Б, но правда, в ангаре особо туда не рвутся, честно признаться. Ну вот сейчас, сейчас Димасик как раз будет против Китчина работать, а Бастер будет работать, оооо, Чоппер молодец, нашел все-таки лазейку здесь, Димасик слышит, но не может сработать, политься нельзя, 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 Димасик, один-два, пропускает Чоппера, в итоге Чоппер остается в живых, у Димасика очень-очень плохо все сейчас, пытается выкурить Форест, на Форесте никого, на Форесте все еще никого, ооо, видит, второго оппонента видит, понимает, где находятся оба оппонента, и сейчас одного убивает, потому что он достает нож, и второго убивает, потому что он достает нож, потому что они оба доставали нож, Димасик забайтил на ножи, потому что они думали, что это Дефьюз в смоки, Димасик, ма, брависсимо, а можно мне кружечку чая с чем-нибудь покрепче, потому что, ну, такое, смотреть без этого просто нереально, 13-5, Вегас Квадрон, ввели во второй половине, 13-15 после того, как авангары взяли девайсы, это не может быть совпадением, это реально. Тысяча IQ, тысяча, черт его, дери, IQ, какой раунд, Олег, я в восторге просто. Вегас Квадрон, куда вы поплыли, откуда вы выплыли вообще после всего, как мы видим уже 10 раундов подряд, берут авангары, и, ну, были попытки, опять же, были возможности, отдавали клачи два раза, но почему, Вега, скажите мне, Вега, вернитесь, да, я понимаю, это пик авангаров, но как же хорошо смотрелись, Вега в первой половине, во второй половине тоже начали, за здравия, но потом как-то пошли на упокой. Вега, дайте мне ответ. Так, 13-15, есть еще варианты, но пока все вообще раунды подряд, с девайсного, на второй половине, выигрываются команды авангаров, все на мираже, просто все, каждый первый. Вега-Сквадрон, если хотите здесь доводить до, собственно, допов, надо, надо, надо стараться сейчас, надо брать, кровь из носа брать эти раунды. Кризон уже убивает мира, 4-5. Ну и пока преимущество за авангар... Почему пока? До сих пор преимущество за авангарами, они доминируют на второй половине, и как камбэк они провели очень и очень плодотворно, и поэтому сейчас попытка от Вега-Сквадрон, возможно, даже последняя. На этой карте, последователь, что врывает, у нас на храпе находится Кризон, Кризон пока что проходит, Хаджа остается худже, он 16 кп, на Кишандра половина, но нужно идти дальше, минус по Джейме, 3-4. Авангары могут этот раунд потерять, хотя мы видели это и говорили уже неоднократно, но все-таки в ангаре раунд брали. Кишандра находится в хелпе, в нычке, Джер находится в ниндзя, уже перемещается, будет чекать головы, ну и в спине, кстати говоря, худже со своим калашом идет дальше, возможно, кого-то сейчас найдет, но Квикер, он поставится привет на одной. Он еще мог и худже на развороте забрать, потому что худже сразу не получилось. Бастер должен сейвить это АВП, экзит-фраги, возможно, какие-то сделает. Ни у одной команды, ни у второй. Точнее, у Авангар есть денежка еще, а вот у команды Вега-Сквадрон, как мы видим, не особо. Если Бастер убьет еще кого-нибудь, то будут проблемы по закупу для команды Вега-Сквадрон. Но Бастеру самому надо сейчас сейвить это АВП, потому что оно реально нужно здесь. Оно реально нужно. И в итоге все-таки все хорошо. Все хорошо. Так. Соответственно, фулбай от команды Авангар сейчас. Они перераскидают, но здесь фулбай, потому что там по 7 тысяч было у двух ребят. Вот Димасик, да? Ну, фулбай туда-сюда, да? То есть у Кризана, например, каски нет. Ничего страшного. Гранаты есть, все есть. А вот как раз у Вега-Сквадрон действительно фулбай, между прочим. Тут я со сторонами, видимо, просто ошибся. У кого фулбай, у кого нет. Последний раунд, вторая половина, дорогие друзья. Но, видишь, две снайперской винтовки для Авангар. Казахи решили идти уже по новой, по новому пути, потому что два ВП мы от них не видели. Бастер со снайперской винтовкой не играл у нас. Но вот решили сейчас попробовать закончить все это, имея два таких девайса. На боплайн выступает постепенно. Вега-Сквадрон Худжи уже вместе с Джером. Правда, Джер с снайперской винтовкой, а он чекает что? Чекает кухонку у нас Джер. Но там никого нет. Очень глубоко в стиквикер, он находится под выходом из ковров. И как раз-таки бустер, бастер, как его называют в чате, бустер. Возможно, он и бустер где-то, помимо игр, в ключе бустит аккаунты до скалаша, до леба. Но здесь он бастер, друзья мои. Но пока в Вега не выходит. Они пытались прочекать вероятность игроков на пленте Б. У них это более-менее получилось. Стопнул в мир и дает хаешечку под бастера. Дальше же пытается еще пройти. Мир может сейчас выйти спиной. И ой, как прострельчик там в тень была, видимо. Поэтому среагировал бастер и дал прострельчикам через этот самый буст. Так, бастер ослепленный, но его должны прикрывать. И бастер сам наламывается. Как ты опасно действуешь? Бастер! Фликшот один залетает в итоге. Как же здесь все тяжело-то в итоге. Так, номер 4 где у нас? Чоппер спускается вниз. Худжа снимает Джейми. А плент практически вскрытый. Вопросы к Кризену. Кризен отходит назад. Вадмолотов не может работать. И ошибается. Кризен отворачивается не в очень нужный момент здесь. На миде, наверное, замкнут игрока, прошу прощения, номер 3. Но Джейр все-таки здесь работает. И также отъезжает еще предпоследний игрок команды Авангар. И остается Кикерт. У него 2 хп. Его убивают. И это допы. А нечего по огню ходить. Это как бы не эти самые, не индийские йоги, которые могут себе позволить. Допы по итогу Вега Сквадронда смогли добраться, добрать себе эти два раунда и выйти на овертаймы. У нас сегодня, смотри, как-то и вчера продолжение, вернее, сегодня продолжение вчерашнего дня, вот эти самые допы, два раза. И, ну, как-то вот, я не знаю, честно говоря, кому отдать перепочтение на этих самых овертаймах, потому что одна и вторая команда в атаке показали себя не очень. Откровенно. Потому что, если смотреть по табуляции, то у нас сначала авангары берут пистолетный раунд плюс 3, потом после этого, да, они взяли девайс, но они взяли пистолетный плюс антифорс и антиэко, и Вега Сквадроны ответили тем же в атаке. И потом, где-то кое-как, то есть авангары, могли бы взять побольше, они просто удивили Вегу и нас с тобой, потому что вылетали очень быстро на планты. А потом их чуть подосадили, типа казахи, кумыс, конечно, вещь хорошая, но как бы потише. И потом один раунд только девайс не смогли взять авангар. Вега показали то же самое, притом в окончании. Они взяли 3 начальных раунда, и потом, ну, у них не было выбора. Либо они проигрывают, либо они действуют как-то иначе. Им даже пауза особо не помогла, хотя, возможно, не говорили наперед об этом всем. Ну, итогово мы пришли к выводу, что защиту обоих команд лучше, чем атака. При этом каждая из команд оппонент не может в атаке показать против защиты оппонента. Ну, не то, что ничего, но очень сложно, да, что-то показывать. Я тут увидел в тубуляции то, что за матчем следит картошенька. Картошенька? Ой, Ваня, Ваня. Белорусы в чате? А, это Ваня, да. На что Ваня подписался? Ваня теперь картошенька, я теперь его так и буду называть. Потатушка. Потатушка, да. Потатушка. Ты же моя потатушка. Первые дополнительные, дорогие друзья, МР3 10 тысяч. Не 10 тысяч. А, 16, кстати. Прошу прощения, 16. А почему? Вчера же было 10. Да, вчера, кстати, тоже, я помню, 10. А почему сейчас 16? А, сегодня вот день хороший просто. Это означает, если вкратце, да, просто мы не будем тему дальше развивать, это означает, что Чоппер убивает Демасик, и до этого Демасик убивает Пуджа. Это не это означает, но чуть позже Кризен набивает Кишандра. Кризен, Кризен пока что живой, запутался в смоках, пытается прострелить Чоппера, не получается, Джер пока что ставит бомбу. Три на четыре. Это просто, не знаю, какой-то новый мод для ЦИС-региона, поэтому, потому что на Европе было 10 тысяч, это 100%, почему для СНГ такие? Ой, там как залетает Аппо Квикертон, просто вбландит, Чоппер ставит, пять шот, правда, про второго не знает, Джер минус по Кризену, два в два. Джейм знает, где находится Джер, примерно, плюс-минус. Две снайперские винтовки на руках команды Авангард, Джер снимает еще и Бустера, он же Бастер, опять же, запутанный вообще-то, спасибо большое, пожалуйста, Джейми, ой, все-таки Джер здесь, все долги сейчас простил, Джейми, 16-15, так вот, 16-тысячные допы, я в пользу Вегас Кодену, 16-15, 16-тысячные допы, это означает, то, что у команд нету понятия экономического краха вообще, потому что на 16 тысяч за три раунда вы можете закупать, в принципе, вообще все, что угодно, грубо говоря, все, вопрос закрыт, Вегас Коден выигрывает раунд на атаке, да, против Авангар, и это важно, но если сейчас Вега берут еще и второй, в первой половине первых допов, то я думаю, что Вега не затащат, если не говоря, потому что в атаке, но они уже более-менее подсобрались, они уже берут по итогу третий подряд, если брать основное время еще, к тому же плюсуя, так что, пока сложно, сложно, честно говоря, но посмотрим, атака 6 тысяч, мы видим постоянно плотный бай от команд, и по факту шансы есть всегда, и у одних, и у вторых, но главное, чтобы Вега опять же так залетели, потому что мы видим, как авангары очень хорошо по стрельбе, в защите, они там знают эту карту, они знают позиции, они выходят вместе, поэтому Веге сложно с этим бороться, в принципе, было и наоборот, тоже плюс-минус, но, теперь же Димасик на приемочке ямы, но в яме пока никого нет, очень близко находится у нас в Вега Складрон, они просто чекают Джер, здравствуй, родной, он пытался кого-то куда-то кинуть, но по итогу вышел Димасик и просто дал в жбан, практически, игроки на яме, Вега Складрон вдвоем бомбу забирают, идут дальше, не стесняются, план своего придерживаются, и просто выходят дальше, мирно ходит пастера, но почему-то не пошел мир дальше, видимо, испугался, хотя сплит плента через яму, через ковры и через коннектор был бы очень даже неплох, заметь, да, что Вега Складрон сейчас в атаке на допах играет, ну, грубо говоря, в два раза лучше, чем в основном времени, либо команда в ангар играет в два раза хуже в защите, чем в основном времени, может быть, допы не хотели, непонятно, Кишандр убивает вот Агидемасика, позиция джангла все равно зачекается, поэтому ну, на джангле ловить нечего, Джейми, Джейми все равно вот топит на джангл, дальше, Чоппер убивает Кикерта, ну и Джейми остается последний, 17-й раунд для команды Вега Складрон в атаке, я еще раз повторюсь, ну, экзит фраг, да, да, по Чопперу, но 10 тысяч Чопперу, то есть тут ну, не алё, как бы, да, тут это не имеет никакого значения, 17-15, дико опасная ситуация для Авангар, то есть, дико опасная ситуация здесь, потому что Вега Складрон реально могут выиграть эти допы, ну, в принципе, да, шансы реально, опять же, в Авангар будут деньги на весь бай полностью, не знаю, зачем Джейми сейвит, у него там тоже есть денюжка, в принципе, должно быть у Джейми 5-300, да, могли бы в случае чего перекинуть ему снайперскую винтовку, мог бы повоевать и дальше, хотя бы для статы, но тут, опять же, вот на этих допах, где 16 тысяч, не имеет особой разницы, убиваешь ты оппонента в окончании раунда, убиваешь ты оппонента в окончании раунда, сейвишь ты этот девайс, не сейвишь, как бы, ну, ок. То есть вот, посмотрите, Авангар, да, они проиграли 2 раунда подряд, потеряв почти все девайсы, и все равно у них 2 АВП, то есть это даже не одно, а 2 АВП, 3 МК, и 2 армора, все диффьюз-киты и как бы гранаты есть, то есть вот что такое 16 тысяч на МР-3, то есть это у вас есть все, в принципе, все, что вы желаете из метовых основных вещей. Кикерт, ХАЕ, по Джейеру, и, по-моему, неплохо, да, действительно неплохо должно залетать, и залетает неплохо, 63 ХП остается в Джейера, Бастер замыкает оппонента на зигзаге на Б, с АВП, Димасик может закрыть тот самый эндерпасс, в котором находится Кеша, и у Димасика отличная позиция для того, чтобы ивать, своего оппонента получается хуже, получает ВКП, левую пучку теряет, права и остается, 73 ХП у него в итоге, в большинстве команды Авангар, в пятером были этого команды Авангар, и все-таки надо брать 16-й здесь для себя. Ну да, потому что одна ошибка, и Авангар уже дает свой пик на тренинг, но Вега хороши, очень хороши, признаем это, они там практически без шансов размотали. Ну, вспоминают прошлый матч, Вега в этих квалификациях, да, там была не самая сильная команда, но они действовали очень круто. То есть, опять же, тот же самый Кешандр, который влетал, и там локтя выбивал всю команду оппонентов, у нас погибает еще и Чоппер, погибает еще и Худжи, и Джер последнего просто прошивает, Джер получает еще по ХП, Джер минус, но тут уже просто аннигиляция, потому что везде были оппоненты, и Джер оставалось столько лишь, что погибать. 16 раунд для Авангаров, они все-таки смогли взять один, но и сейчас, если в атаке Авангара не берут раунд и не делают 17-17, то, возможно, к ним вопросы, почему, зачем, как, в атаке они тоже смотрелись не очень, к сожалению. Да, да, но может быть сейчас вдруг они будут смотреться очень, или что-то поменяется, ну, то есть очень сложно все, потому что внезапно Вега стала в атаке играть лучше, чем играла в основное время, в два раза, опять же, да? Ну да, там получается так. Ну, окей, окей, вторая половина первых допов на ваших экранах, опять 16 тысяч, как обычно, насыпает, из Лас-Вегаса прилетают зеленые вечно американские бумажки, и бомба скидывается на ноле около Аплента, Чоппер начинает закидывать смог на яму. Так, ну что, казахи у нас подрубили или нет? Смотрим, Димасик на яме, команда Авангар, в большинстве находятся под точка, там у нас как раз и Кивикерт в апартах, Джер находят Димасик, а тут же может погиб еще и Джейми, так и получается, Чоппер минус, Кивикерт включает по оппоненту, Кишандр в размене, забирает Кивикерта, и два в четыре, Авангары опять поторопились, они снова вышли быстро, и при том, не смогли даже понять, там вылетающий из ямы, товарищ даже не понял, куда вы убивали, и в апартах было то же самое, примерно товарищ вышел такой, посмотрел, где-то стреляют, а где непонятно, поэтому слишком легкий раунд для Вегас-Сквадрон, слишком легкий. Вот тут вот, я, наверное, очень многих в чате расстрою, но атака от Авангара осталась такая же, а защита от Вегас-Сквадрон осталась такая же. Точь-в-точь, просто идентично, то, что было в начале первой половины, идентично, Авангары влетают, отхватывают, и все. А, собственно, в дополнительное время на первой половине у Вегас-Сквадрон атака была уже лучше. И мы все знаем, к чему это идет. И либо Кумыс здесь поможет, Кумыс равно чудо, если что, кто не понял, либо, я не знаю, Джейми убивает мира, Чоппер расправляется с Джейми, в итоге Байсер пытается топить по коннектору, но там выживает Чоппер. Да, Джеймар подключается в окончание этой карты, возможно, забирает Куикерта, 3 в 4, битый Чоппер, 20 хп, Кишандр пошел вроде как сжать ковры, но нет, там погибает у нас хуже, тут же вылетает, почему-то боком Кризон отлетает от Джейра, снайпер в деле, 2 в 3, и вот для болельщиков казах, казахской команды, к сожалению, возможно, это раунд последний, но еще не последняя карта. А, Димасик пропускает голову, товарищ оппонента, товарищ оппонента, оппонента просто, товарищ оппонент. Может, дружат они, может, они дружат. Да, да, может, и товарищи. Пропускает голову, она была видна на мониторе. X-Ray здесь немножко портит впечатление, то, что видно все, как бы кажется, на самом деле нет, конечно. 19-16, дорогие друзья, вот здесь, вот в этом раунде реально читаем результат. Команда Vega Squadron побеждает, команда Vanguard на их пике до Миража на первых допах со счетом 19-16. Мы отправляемся на Д-поезда, Д-трейн, и я боюсь, там будут страшные вещи. Будут. Да уж, но мы еще посмотрим в перерыве на Шелтв, как сражаются игроки из Казахстана на Д-трейне. Возможно, у них там все не так плохо, и, может быть, будет обратный камбэк, и просто разменяется пиками по итогу. Друзья мои, мы смотрим с вами, опять же, Квалан Эпицентр, это СНГ-регион. Женя Слепсенвайл, Олег Мингот. Слепсенвайл,